Владимир играл в одной команде с Алексеем Денисовым и Юрием Миловановым На самом деле осенью 2001 года Геленджик принял 10-дневный бильярдный марафон, в который входил розыгрыш командного кубка России по троеборью и открытый клубный кубок, на который съехались не только лучшие миллиардисты России, но и гости из других стран Армении и Казахстана На кубке клубов в общей сложности выступили 16 команд, а на командном кубке России 23 из 20 регионов страны Сейчас командные кубки страны проводятся в разных местах Черноморского побережья, а до 2001 года эти турниры принимал город Сочи Хочется сказать, что мы впервые проводим эти соревнования в таком прекрасном и замечательном городе на Черноморском побережье, как Геленджик Всегда этим местом являлся город Сочи, но в этом году мы изменили эти традиции и решили провести в городе Геленджик Мы надеемся и думаем и уверены, что Геленджик не только достойное место проведения этих соревнований, но и в будущем станет достойным место проведения соревнований как общероссийского, так и международного уровня Сборная Санкт-Петербурга в 2001 году была уготована без поражений добраться до финала этого турнира Как я уже говорил, в составе команды выступали Юрий Милованов, Алексей Денисов и Владимир Петушков Сейчас Алексей Денисов, игравший в «Американку», поставит эффектную точку в своей борьбе за командный балл И мы посмотрим отрывок игры молодого Петушкова против небезызвестного бильярдиста Антона Мирцалова, выступавшего за «Хантамансийск» Итак, разыгрывается очко за «Московскую пирамиду» — полуфинал командного Кубка России по русскому бильярду 2001 года Владимир Петушков ныне носит высокое звание мастера спорта международного класса, а в 2001 году он этим титулом еще не обладал Но уже через год упорных тренировок ему покорится чемпионат Европы 2002 года в Минске Стиль игры Владимира никого не оставляет равнодушным Особенная четкость техники, природная пластичность и безупречный внешний вид всегда были визитной карточкой Петушкова В чем вы можете еще раз убедиться, просматривая эти кадры Остается добавить, что совместными усилиями сборная Петербурга обыграла «Хантамансийск» и вышла в финал, где их ждала сборная Ставропольского края Но об этом финале мы поговорим в следующем выпуске исторической рубрики Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 И на этом Абрикос прощается с вами! В следующий раз! В следующий раз, в формате полноценного выпуска программы, мы встретимся уже под Новый Год, ведь до праздников осталось немногим больше месяца! Делюсь своими наблюдениями! Пожалуй, лучшее место, чтобы согреться длинными осенными вечерами, скрестить кисть достойным соперником за бильярдным столом! Удачи в поединках и делах! До встречи! Пока!